В Москве к системе цифровых пропусков для передвижения по городу добавится еще и масочный режим. С 12 мая ношение масок и перчаток в общественных местах станет обязательным. Об этом сообщил Сергей Собянин. Накануне мэр Москвы объявил, что также с 12 мая в столице возобновляют работу промышленные и строительные предприятия. А вот режим обязательной самоизоляции градоначальник продлил до 31 мая. Вот так. Союз-студия Светлана Вчарова и сегодня в выпуске. Старт предвыборной кампании в милицейском изоляторе. Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. Почему в Украине медики выходят на митинги и грозятся брать деньги с пациентов? У меня санитарки падают в голодный обморок. Я сейчас сниму деньги с карточки. Зарплата только вот легла. Раздам санитаркам. Губернатор-блогер. Зачем кемеровскому чиновнику свой ютуб-канал? Команда его людей, которые занимаются формированием его имиджа, они любят из него лидеры. В Беларуси появился новый претендент на участие в выборах президента. Причем объявил он об этом, находясь в милицейском изоляторе. Сергей Тихановский, автор канала «Страна для жизни», был задержан в Могилеве перед встречей с подписчиками. Сейчас он отбывает 15 суток. Что происходит, расскажет Ярослав Стишек. Я еще раз вас предупреждаю официально, как депутат начальнику. Давайте его не зайдете. В Беларуси запрещены любые несанкционированные массовые собрания, но под изолятором временного содержания в Могилеве в среду собралось до сотни человек. У кого-нибудь старшего. И местные жители, и приехавшие из других городов требовали от милиции рассказать, где блогер Сергей Тихановский. Представьтесь кто-нибудь. Представьтесь кто-нибудь. Документы покажите. Машину, где Тихановский был пассажиром, на Могилевской кольцевой остановили гаишники. Вместе с милицейским спецназом и людьми в штатском. Омоновец угрожал разбить стекло наручниками, если мужчина не выйдет из машины. Не, бить не надо. Защитить блогера от задержания его сторонники не успели. Он относится к людям, как к быдлу. Вот этот вот Омоновец. Позже милиция задерживала и тех, кто ехал в Могилев к изолятору. Только что с Могилевского РУД отпустили двух водителей. Машину у них пока изъяли. Просто выясняли формальность, связанная с умираем машины. Никаких обвинений вам ничего не предъявлено. Мы создали экспертизу, пока приедет эксперт, заявление за тем. Небольшая мирная акция против задержаний Тихановского и других блогеров прошла и в Минске и закончилась задержаниями и протоколами для 19 человек. Только сегодня пресс-секретарь МВД сообщила, что Тихановский задержан по постановлению Гомельского суда об административном аресте. А пока блогер сидел в изоляторе, на его YouTube-канале появилось политическое заявление. Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю в своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. В прошлом году я был вынужден стать видеоблогером, потому что столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатности. Кто же такой Сергей Тихановский? Гомельский предприниматель сначала сам был героем журналистского материала о несправедливости чиновников, а потом стал автором видеоблога «Страна для жизни», где давал слово и гражданам, недовольным политикой властей, и оппозиционным политикам. Его неоднократно задерживали в поездках по Беларуси, сажали на сутки. То, что видеоблогер решил участвовать в президентской кампании, говорит и про настроение народа, апатия, недоверие и ненависть к власти, отчаяние от социально-экономического положения и про сегодняшнее состояние белорусской статусной оппозиции. Основной лозунг, под которым Тихановский собирает своих сторонников – построить страну для жизни и остановить Александра Лукашенко. Российский следственный комитет подтвердил, что красноярские бизнесмены, бывший депутат законодательного собрания Анатолий Быков задержан по подозрению в организации убийства членов ОПГ Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Показания против него мог дать киллер Владимир Татаренков, осужденный за убийство еще в 2012 году. Также стало известно, что арестованный предприниматель был связан с миллиардером Дмитрием Босовым, тело которого было найдено с огнестрельным ранением в Подмосковье 6 мая. СМИ написали о самоубийстве. Впрочем, в Следственном комитете это официально не подтвердили. В 1995 году Анатолий Быков спас бизнесменов Олега Дерипаску, Владимира Лисина и Дмитрия Босова от покушения, которые готовил Татаренков, давший сейчас показания против Быкова. Об этом изданию Forbes рассказывал сам Босов. О покушении в последний момент узнал Быков, который в этот момент был одним из акционеров Красноярского алюминиевого завода. Он, как считал Босов, приказал немедленно все отменить, и заказчик был вынужден подчиниться. В Украине стартовал второй этап медреформы, которая предусматривает изменения в системе финансирования. В итоге около 50 тысяч медработников оказались под угрозой увольнения. 330 больниц могут закрыть уже завтра. Ранее такое уже проходили специалисты первого звена. Теперь на очереди узкоспециализированные больницы. Медики выходят на митинги, объявляют голодовку и грозят собрать деньги с пациентов. Ирина Кононенко с подробностями. Наталья Науменко – врач детского отделения в клинической больнице психиатрия. Психолог жалуется, их зарплаты сократили до минимума, а треть сотрудников медучреждения готовится к увольнениям. На руки это где-то чуть больше 3000, 3700, кажется. Более того, реабилитационные отделения больницы закрываются. Люди занимались тем, что они помогали пациентам постепенно войти в нормальную жизнь. Как-то их социализировать, помогали искать работу и так далее. Вообще как-то поддерживали. С начала апреля в Украине узкоспециализированные медики работают по новым правилам медреформы. Раньше государство выделяло деньги в целом на количество мест. Сейчас за каждого вылеченного пациента. Рассчитывают стоимость лечения одного пациента в Национальной службе здоровья. Сюда входят лечение, питание, зарплата медикам и коммунальные услуги. Новая схема расчетов должна сделать медицину второго звена в Украине доступной, а зарплаты врачам выше. Мы посчитали с коллегами, что сейчас должны платить за пролеченные случаи сумму в размере 7400 гривен. Но, допустим, если ориентироваться на 2019 год, то эта сумма раньше составляла около 13 тысяч гривен. То есть фактически в два раза эти цифры уменьшены. Коллега Наталья и психолог Иван Клименко боится, что из-за низких зарплат оставшиеся врачи начнут искать новую работу, а пациентов просто распустят по домам. Если мы говорим именно о социальной опасности, у больниц не будет возможности для того, чтобы содержать этих пациентов, для того, чтобы давать им достойный какой-либо уход, терапию, в том числе и медикаментозную, то да, действительно, эти люди все попадут на улицы. И мы с вами видим очень много примеров, которые говорят о том, что социальная компонента психических расстройств достаточно велика. Проблемы возникли не только в психиатрии. По официальным данным Минздрава недофинансированы почти тысяча медучрежений по всей Украине. А около 50 тысяч медработников под угрозой увольнения. Главный врач реабилитационной Днепропетровской областной больницы Инесса Шевченко в знак протеста объявила голодовку на 16 дней. Если нам сейчас дадут только на зарплату, значит пациенты будут на самоокупаемость. У меня санитарки падают в голодный обморок. Я сейчас сниму деньги с карточки, зарплата только легла. Раздам санитаркам. У меня и санитарки, и медсестры, их немного, которые одинокие матери, у которых дети есть. В Национальной службе здоровья объясняют, финансирование рассчитывали исходя из того пакета услуг, которые могут предоставить больнице. К каждому пакету был перечень требований к больнице, что там должно быть, чтобы получить контракт на этот пакет. Например, если это пакет хирургии, в хирургии как минимум должно быть два анестезиолога. Столько пакетов услуг, столько денег от нас получилось. Например, психоневрологический диспансер недавно поставил. У них там 1275 койко-мест. Там числится 1401 сотрудник. Из них врачей 146, по-моему. Среднего и младшего медицинского персонала 364. Понимаете? И когда говорят, что не хватает денег, у нас вопрос, не хватает денег на что? Потому что на пациента, на медицинскую услугу денег хватает. На содержание стен и раздутого штата, ну, возможно, нет. По итогам первого месяца работы медицины в новых условиях, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости реформирования новых правил. Для начала уже со следующего месяца Минздрав обещает начислять деньги больницам по старой схеме. Правда, где возьмут на это финансирование, пока никто не знает. Из Киева Ирина Кононенко. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России продолжает быстро расти даже по официальным данным. За сутки в стране диагностировано более 11 тысяч новых случаев COVID-19. Многие российские регионы неоднократно заявляли о том, что у них не хватает средств индивидуальной защиты для врачей. На помощь им пришли волонтеры. Общественное движение «Мейкеры против COVID» объединило организации, имеющие возможность изготовления средств защиты для врачей. Также они производят и другое немедицинское оборудование, которое, тем не менее, необходимо в больницах. Недавно к волонтерам присоединилась и Северная Осетия. В Центре инновационного творчества «Фабла Балания» непривычно тихо и пусто. На работе находится лишь пара человек, которые работают со станками лазерной резки. Первые заказы уже отправлены. Свои заявки с просьбой помочь им со средствами защиты оставили 7 больниц, которые уже стали обладателями масок, заколок и боксов. Мы считаем, что долг каждого из нас, это в такое тяжелое время для всего мира и для всей нашей страны, помочь хотя бы чем-нибудь и врачам, и всем больным, которые находятся сейчас на лечении в больнице. И нашей командой было принято такое решение, чтобы мы хотя бы какой-то силой начали действовать против вот этой вот страшной болезни. За месяц работы волонтеры помогли каждому шестому врачу в России, не считая медперсонала. А практически каждая четвертая государственная больница попросила их о помощи. Такие маски состоят из двух пластиковых частей. Они многоразовые и могут использоваться где-то в течение недели. «Фаблаб» уже отправил в больницы республики 400 средств индивидуальной защиты. В ближайшее время будет отправлено еще 300. Проект никем отдельно не финансируется, однако нашел поддержку среди населения. Кто-то разрешает воспользоваться оборудованием, кто-то помогает расходными материалами, кто-то отправляет деньги через счет краудфандинга. Изначально подготовился файл в специальном векторном редакторе, который затем переносится на станок, который за счет лазера прорезает материал. На изготовление одного изделия уходит примерно 2 минуты. И при этом за сутки мы способны производить от 100 масок в таком спокойном, ненапряженном режиме. Соответственно, в случае большого заказа, как сейчас у нас 300 масок, производительность возможно увеличить. Детский технопарк «Кванториум», который присоединился к проекту в то же время, сейчас работает с детьми только дистанционно. Поэтому все возможности тоже направлены на необходимое во время пандемии производство. «Кванториум» не только помогает печатать уже проверенные изделия, но и занимается инновациями. Задача была разработать либо какой-то аналог аппарата «Боброва», либо по-другому называется «Банка Боброва». И сделать это максимально экономичным способом, из тех средств, которые мы можем сделать. Что мы решили сделать? Мы берем обычную бутылку, обычно в таких бутылках продается молоко. И наша задача, по сути, была разработать вот это крепление. Причем было несколько версий этого крепления. Начинали с того, что просто штуцерами пробивали крышку, потом крепили дополнительно гайками, болтами. Но пришли к решению, что удалось моделировать целиком это крепление. И, соответственно, оно прикручивается на стандартную банку. Цель какая на самом деле? Сюда по входной трубке подается кислород, который увлажняется. На протяжении, что сделана специальная насадка, которая уменьшает делать больше маленьких пузырьков для большего увлажнения кислорода. И, соответственно, кислород увлажняется и поступает уже пациенту. Сейчас технопарк ждет обратной связи от больницы, в которую были поставлены такие аппараты Боброва. Если врачи дадут добро, то проект разойдется и в другие регионы. Им уже заинтересовались в Иркутске и Владивостоке. Экономия получится существенной. Рыночная цена аппарата от 160 долларов США в эвиваленте и выше. Лиза Амарова, Майер Вольф, Белсад. На фоне роста количества больных COVID-19 в Кузбассе местный губернатор Сергей Цивилев решил опробовать новую пиар-сферу. Завел видеодневник на Ютьюбе и уже выложил первый эпизод, посвященный своей борьбе с коронавирусной угрозой. С подробностями наш корреспондент Роман Янченко. Монтажная нарезка под музыку, неофициальные беседы с медиками и подчиненными, ручная камера и немикрофонный звук для более натурального эффекта. Материал для первого эпизода сняли, когда губернатор посещал больницы и предприятия с официальными визитами по теме коронавирусной угрозы. О визитах вышло несколько официальных материалов в СМИ, а этот ролик смонтировали из того, что как бы осталось за кадром. Еще до выборов у врио губернатора появились официальные аккаунты в соцсетях. Например, Инстаграм Сергея Цивилева быстро набрал популярность. Но позже выяснилось, что около 33% его подписчиков являются ботами. Да и сейчас при 183 тысячах подписчиков лайки его постам ставят чуть более полутора процентов из них. Впрочем, и контент уже не такой хайповый. Когда он только начинал на лужах, на санках, босиком, на конях и так далее, когда весь Кузба смеялся над этим пиаром. Но я думаю, что читать, скажем так, читать Цивилевых искренне верила в то, что это Кузбассу нравится. Первые комментарии к видеоблогу, хвалебные и позитивные, оставлены с пустых аккаунтов. Спасибо за свое четкое исполнение обязанностей, Сергей Евгеньевич. Сильный губернатор, сильный Кузбасс и сильные кузбассовцы. Когда о видеоролике узнали и реальные пользователи интернета, количество дизлайков превысило количество лайков. А комментарии стали уже не такими благосклонными. Показуха-то какая. Всенародную любовь видно по лайкам. Дизлайков больше. Все правильно. За последнюю ночь количество дизлайков выросло. Однако это мир виртуальный. А как оценивают деятельность Сергея Цивилева в мире реальном? Те, кто, к слову, не прислушивается к его рекомендациям и не самоизолируется дома. Вы знаете, я очень люблю Тулеева. Поэтому я как бы на фоне Тулеева к нему отношусь очень, так сказать, не, 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 не. Но все равно мне нравится. Нормально. Деловой. Деловой. Ну, если по перегибальной системе на четыре. Ну, правильно делает, по идее. Все он делает правильно. Как-то оно должно и быть, да? Отрицательно. Пора уже чрезвычайную ситуацию в стране объявлять. И, по крайней мере, в нашей области. Много заразившихся, я считаю. И, как бы, пора уже как-то действовать. Ну, а что его ругать-то? Нормальный мужик. Как-никак. Все соблюдает, как обычно. Все дома сидят. Это коронавирус, как обычно. Коронавирус продолжает оккупировать Кемеровскую область. За последние сутки обнаружено шесть новых случаев заражения. В общей сложности на сегодня выявлено более двухсот заболевших коронавирусом. Четверо скончались. Роман Янченко, Белсад. Очереди за свидетельствами о смерти. Путаница с тем, что в них указывают в качестве причины. Закрытые гробы, бросающие работу гробовщики. Наша коллега Наталья Белокурова провела два дня в моргах двух московских больниц. И поговорила с владельцем похоронного агентства, чтобы выяснить, как хоронят умерших от COVID-19. И что происходит с индустрией ритуальных услуг во время эпидемии. Вот лишь один фрагмент из увиденного. Все вместе они молча ждут своей очереди. Одни за свидетельством о смерти, другие, чтобы попрощаться с близким человеком в единственном работающем зале. Второй закрыт. Согласно объявлению на стене, на церемонии могут присутствовать не больше пяти человек. Но это правило соблюдается не всегда. О том, что на самом деле происходит в московских моргах, читайте текст под названием «Гроб будет закрытый». Репортаж из московских моргов на нашем сайте воттак.тв. И сейчас новости от наших коллег. Расследование арабской службы BBC показало, как иранская авиакомпания способствовала распространению коронавируса на Ближнем Востоке. Журналисты проанализировали данные радаров и видео из открытых источников и выяснили, что лайнеры Machen Air доставляли первых зараженных коронавирусом в Ирак и Ливан. Журналисты также выяснили, что членов экипажей Machen Air заставляли молчать, когда они поднимали вопрос о недостаточных мерах безопасности, что привело к распространению вируса. Machen Air не ответил на запрос BBC о комментариях. Далее с подробностями наши коллеги. 31 января Иран приостановил все полеты в Китай и обратно в попытке замедлить распространение коронавируса. BBC обнаружила, что несмотря на введенный запрет, одна компания продолжала выполнять рейсы. Machen Air – первая и крупнейшая частная авиакомпания Ирана. США ввели санкции в отношении компании из-за ее связи с корпусом стражей исламской революции. Вместе с тем, санкции, введенные США против Ирана, в том числе в отношении Machen Air, помогли укрепить экономические отношения между Тегераном и Пекином. И Machen Air играет ключевую роль в этих отношениях. Проанализировав данные полетов, нам удалось выяснить, что с 31 января по 20 апреля власти Ирана дали разрешение Machen Air на выполнение 157 полетов между Ираном и китайскими городами, нарушив тем самым собственный указ о приостановлении полетов в КНР. Нам также удалось обнаружить еще 10 рейсов, выполненных с целью эвакуации граждан Ирана. К середине февраля кривая эпидемии коронавируса в Китае достигла пика. Вирус распространялся с ужасающей скоростью в Иране. В соцсетях стали появляться видеозаписи с кадрами переполненных больниц. К концу февраля BBC сообщила, что в стране от коронавируса скончались по меньшей мере 210 человек. Согласно иранским официальным данным, их было всего 34. Самолеты Machen Air летали не только в Китай. Авиалиния выполняла рейсы в Ливан, Сирию и Ирак. Страны, имеющие тесные связи с корпусом стражи исламской революции. Мир забил тревогу. Власти открыли аэропорт в Бейруте для рейсов из Ирана. Почему? Зачем ставить под угрозу жизни людей? Похоже, эти опасения имели под собой основания. О первом случае заболевания COVID-19 в Ливане стало известно 21 февраля. 41-летняя женщина возвращалась из паломничества в иранский город Кум. Фотография ее паспорта появилась в Твиттере. В Ираке первый официальный случай заболевания коронавирусом был зафиксирован 24 февраля. Речь шла об иранском студенте. Мы можем подтвердить, что нулевые пациенты в Ираке и Ливане были пассажирами Маха-НР. Источник в авиакомпании рассказал BBC, что по мере того, как самолеты авиакомпании продолжали выполнять рейсы в регионе, более чем у 50 членов экипажа были обнаружены симптомы коронавируса. Сотрудники утверждают, что просьбы о предоставлении индивидуальных средств защиты были проигнорированы руководством компании. От них также потребовали подписать соглашение о неразглашении информации. Тем, кто отважится заговорить, угрожали судебными исками. Источник также утверждает, что сотрудников авиакомпании обвиняли в распространении вируса среди родных и близких. В то время в Иран и из Ирана также летали самолеты других авиалиний. Но Маха-Нейр была единственной авиакомпанией, осуществлявшей авиаперевозки такого масштаба. Согласно данным по отслеживанию полетов, компания выполнила еще 82 рейсов в разные страны мира. Все эти страны должны были дать разрешение на посадку самолетов авиакомпанией. И очевидно, они сделали это, несмотря на собственные запреты авиасообщения с Ираном. Связи Маха-Нейр с корпусом стражи исламской революции могли обеспечить прикрытие, необходимое для поддержания жизнеспособности своего бизнеса, тем самым поспособствовав распространению коронавируса и поставив под угрозу жизни людей. И к другим новостям. ВОЗ полностью одобрила меры, которые принимались в Беларуси. Лечение в США стоит огромных денег, а страны Европы не помогают друг другу. Эти и другие фейки, придуманные властями Беларуси и государственными СМИ, разоблачают наши коллеги в новом выпуске «Лукавых новостей». Полный выпуск программы смотрите на нашем канале ВотТак на платформе YouTube, а также на нашем сайте ВотТак.ТВ. А я, Светлана Овчарова, прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Здравствуйте, меня зовут Анна Галётова. Смотрите программу «Лукавые новости», где мы разоблачаем фейки. Сегодня расскажем, когда вами манипулировали, когда вам не договаривали, а когда и вовсе говорили неправду. Беларусь выбрала свой путь в борьбе с коронавирусом. Вместо того, чтобы следовать рекомендациям ВОЗ, в частности, усиливать социальное дистанцирование, некоторые беларусы пошли светить пасхальные куличи, сажать деревья, наводить порядок в рамках субботника. Если раньше чиновники и государственные СМИ твердили, что всё под контролем, то теперь стали искать недостатки в других странах. Вот этот коронавирус показал, кто есть кто. Вы посмотрите, Евросоюз, богатая и прочая. И каждая зашили своей скорлупе и друг другу не могли помочь. Неужели страны Евросоюза зашились в своей скорлупе и отказались помогать друг другу, как говорит об этом Лукашенко? Или глава Беларуси попросту лукавит? Вот что по поводу европейской солидарности в борьбе с COVID-19 сообщается на официальном сайте ЕС. Франция пожертвовала 1 миллион масок в Италию. Германия поставила в Италию 7 тонн медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ и анестезиологические маски, помогающие спасать жизни. Чехия доставила в Италию 10 тысяч защитных костюмов и респираторов с 3D-печатью. Австрия, Германия и Люксембург принимают пациентов из Италии и Франции. Польша, Румыния и Германия отправили команды врачей в Италию для помощи в больницах. Это лишь часть списка, размещенного на официальном сайте ЕС. Структуры Евросоюза направят на борьбу с коронавирусом более 20 миллиардов евро. И, кстати, помогут и другим странам. Европейский Союз окажет помощь наиболее уязвимым странам в Африке, регионе европейского соседства, западные Балканы и страны-участницы европейского партнерства, а также странам Ближнего Востока и Северной Африки, ряду государств Азии, Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. Месяц назад белорусские СМИ сообщили, что помощь от Евросоюза может получить и Беларусь. Вот что 30 апреля в интервью изданию «Радио Свободы» сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Мы уже говорили о нашей поддержке, и эта поддержка включает в себя более 60 миллионов евро для системы здравоохранения. Так что мы приносим и предлагаем помощь. Но, с другой стороны, мы просим следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в отношении пандемии. Невозможно, чтобы с одной стороны предлагали помощь, а с другой не выполняли рекомендаций, которые мы реализуем в наших странах и просим всех выполнять. Итак, первой на сегодня премии «Пиноккио» мы награждаем Александра Лукашенко. За фейк о том, что страны Евросоюза не помогают друг другу. Как мы выяснили, члены ЕС оказывают финансовую и иную поддержку не только друг другу, но и третьим странам. В том числе предлагают помощь и Беларуси. В клубе редакторов, который выходит на телеканале «Беларусь-1», рассказали, во сколько обходится лечение от коронавируса гражданам США. Одна неделя пребывания в госпитале, если у тебя обнаружен ковид, и у тебя требуется тебе врачебная помощь, это 7,5 тысяч долларов. Вызов скорой – 13,5 тысяч долларов. Хорошо, если у тебя есть полная страховка. Это только в некоторых очень крупных компаниях. И это в основном менеджеры уровня СИ, так называемые руководители департаментов и так далее. А скорая не входит в страховку? Да, если у тебя просто страховка, ты должен заплатить за скорую, это тоже 13-10 тысяч долларов. Ты должен заплатить 3 тысячи долларов за то, что тебе привезли. Мы связались с жительницей США, чтобы узнать, так ли обстоит ситуация в Штатах, как они рассказывают на государственном белорусском телевидении. Вначале хочу сказать, откуда этот отфейк взялся. Когда в самом начале люди стали заболевать коронавирусом, то на автомате первые люди получали счета. От страховых компаний. Да, они получали счета, и, допустим, тест мог стоить 3 тысячи долларов, и госпитализация могла бы доходить, и до 30 тысяч долларов, и до 70. Все это могло быть. Но, во-первых, это были еще не счета, как таковые, а это были... Нам, американцам, вначале приходит бумага от страховой, на которой написано «это еще не счет». Но там все расписано, и ты уже примерно знаешь, какой тебе придет счет. И вот когда это люди получали, они сразу же стали говорить, «Ой, позвольте, заразили нас вирусом, привезли откуда-то вирус, а теперь мы должны платить такие деньги». И как только эта проблема встала, то тут же правительство сказало «стоп, стоп, стоп, стоп». И договорились с госпиталями, что будут делать таким образом. Биллионы долларов выплачивают госпиталян, за это они не выставляют счета больным коронавирусом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова